Тема наведения парадки на земле актуальной была за усёды, но угод малой родимы и она становится особливо значной. На жаль, разумеют, это не у всем. Разом с экологами наш корреспондент Олег Сентюров накерывался у рейд, который проходил на территории вокруг садоводницких товарств. Неофициальные взвалки, створенные дачниками, можно увидеть на первом же ближайшем до участка автобусном припынке. Максимальный штраф по 20 базовых величин, сейчас это 510 рублей, кажется, никого не стремливая, а где и это не самый горший вариант. На Гомельщине шмат пригожих местов, куда люди любят приезжать на отпочинок. Вот как тут, с одного боку рака, с другого лес. Одно дрянно, лес не за счёты бывает чистым. Неогдя дичина то, что лесники постоянно прибирают свою территорию, убачить у леса можно всё, от старой вопротки до взношенных автомобильных покрывок. И это при том, что первоважная колькость садоводницких товариществ заключила договор с жилком газами на вывоз сметия со своей территории. Всего в Гомельской области 818 садоводческих товариществ. И принимаемые областным комитетом меры, направленные на соблюдение требований законодательства обращения с отходами в садоводческих товариществах, позволили добиться того, что если на начало 2018 года отсутствовали данные схемы у 63 садоводческих товариществ, а договора отсутствовали у 70, то в настоящее время уже лишь у 22 садоводческих товариществ отсутствуют схемы и договора. Али официально заключенный договор не дает гарантии, что члены садоводческих товариществ не будут забродживать на вакуумное сяродье. Часто такие погоднения предугадают вывоз сметия максимум один раз в месяц. Причем, то есть органичные отходы, но к штату непригодные для уживания садовины и городины выкидывать у вогули забороняются. Еще одна проблема – отсутность ужма таких садоводческих товариществ специально обсталеванных плясовок для сбора сметия. Хоть и тут есть свой нюанс. При высокой температуре поветра такая масса отходов мая неверимый приемный пах, что особливо не сподобается уладальникам наиближайших дач. У вогулищ экологи переконаны из-за митяшка не погодится на явность несанкционированных звалок, следствия не задовольняющей работы керавниства садоводческих кооперативов. В результате, когда люди не находят, куда же им выбросить мусор образовавшийся, то и получается, либо вывозится в лес где-то недалеко, либо выбрасывается на остановочных пунктах, либо на шоссе где-то по дороге следования домой. Ну, скажем так, здесь путь, конечно, один. С тем, чтобы обязать и заставить вот эти товарищества вести цивилизованный, нормальный сбор образующихся отходов. И тогда вопросы снимаются. Олег Сентяров, Йоргий Макейенко, телерадио «Компания Гомель».